Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Чернок учтует из проекта. Она просит подписчиков. Ребята, голосуйте за меня в ТНТ-клаб на выкон. Юлию Ефременкову после того, как она сделала новую стрижку, сразу обвинили в том, что она копирует Ольгу Бузову. Юлия пишет, что это не пародия и не закос под Бузову. И Оля не первая женщина в мире, которая сделала себе такую стрижку. Ксения Бородина открывает третью студию красоты. Она считает это своим самым большим достижением за последнее время. Саймон Марданшин пишет о том, что пока не готов к новым отношениям. С Марго Овсяниковой он может только дружить. Но благодаря этой девушке он опять почувствовал себя частью коллектива. Он восстанавливается, кайфует и наслаждается жизнью на острове. Ольга Рапунцель опубликовала очередной рекламный пост в своем микроблоге. И у нее опять пропал живот. В сети разгорелся скандал. От Ольги требуют назвать точный срок беременности, а также опубликовать результаты анализов или видео с УЗИ. Лера Фрост поделилась новостью. Она стала ведущей на канале Russian Music Box. Девушка будет вести программу Beauty Room. Она расскажет, как сделать себя еще красивее и провести весело, используя время в Москве. Популярный стилист прокомментировал образ Ольги Бузовой. Этот купальник не самый удачный выбор. В нем она кажется полнее, чем есть на самом деле. А вот макияж и аксессуары гармонично смотрятся. Вика Романец выставила себя на посмешище. Она опубликовала новое фото, на котором ее голова выглядит очень большой и девушка напоминает монстра. Видимо, такой эффект получился из-за того, что она пыталась сделать себе узкую талию при помощи фотошопа. И над Антоном Гусевым тоже смеется весь интернет. Антон показал свои нулевые познания в географии. Он утверждает, что курортный город Сочи, который расположен на берегу Черного моря, находится за границей, а не в России. Алена Водонаева прокомментировала слухи о возвращении на Дом-2 в качестве ведущей. Таких предложений ей не поступало. Теперь ходят слухи, что новым ведущим будет Евгений Кузин. Об этом сообщила Саша Артемова, которая рада этой новости, потому что ребятам надо делать ремонт, а тут подвернулась работа с солидной зарплатой. Кузин уже неоднократно вел сплетниц, и он отлично справлялся со своей задачей. Татьяна Африкантова сказала, что больше бесплатно на Доме-2 не появится. Она согласна приходить на ток-шоу не меньше, чем за 25 тысяч. Женя Феофилактова сейчас не афиширует свою личную жизнь и не публикует фото нового избранника. Но на днях она поделилась радостной новостью. «Мы переезжаем в дом, красивый и большой. Теперь мы будем жить полноценной семьёй». Элла Суханова прокомментировала слухи по поводу расставания с Игорем Трегубенко. «Беспардонность людей, – пишет она, – иногда просто убивает. Если вам не говорят, значит, там ещё болит. Это ведь так просто». На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.